здравствуйте дорогие друзья я хочу вам показать одну старую видеозапись это всего лишь любительский студенческий спектакль не более того но может быть вам все-таки будет интересно посмотреть как выглядели как двигались вели себя студенты переводческого факультета института иностранных языков почти 50 лет тому назад и сначала я хочу сказать несколько вступительных слов я поступил на переводческий факультет в 1969 году я и все другие студенты очень гордились тем что мы поступили в институт иностранных языков потому что конкурс был очень большой и в нас бурлила просто ненасытная жажда знаний бурлила творческая энергия занятий нам не хватало я например ходил во всевозможные кружки не вылезал из библиотеки иностранной литературы почти каждый второй день совершал обходы по книжным магазинам москвы торговавшими книгами на иностранных языках на втором курсе мне очень нравились занятия по фонетике сначала нам преподавали практическую фонетику потом теоретическую но третьем курсе фонетика закончилась меня это немножко огорчило и я пошел к ларисе захаровне путиловой на кафедру фонетики и грамматики английского языка она у нас была старшим фонетистом и сказал ей что хотел бы посещать кружок фонетики английского языка такого кружка тогда не было но лариса захаровна пошла мне навстречу и попросила вести такой кружок аллу диамидовну цигельную довольно молодого но уже очень опытного преподавателя и прекрасного переводчика и мне удалось уговорить нескольких ребят с нашего курса присоединиться ко мне в этом кружке но буквально после второго или третьего занятия алла диамидовна предложила заняться чем-то более осмысленным чем просто читать с выражением какие-то тексты или стихотворения давайте разыграем пьесу сказала она эта идея меня вдохновила и я побежал в библиотеку нашего института чтобы поискать там подходящую пьесу мне почти сразу повезло я нашел сборник одноактных английских пьес начала двадцатого века и среди них именно то что надо пьесу Идена Филипоца под названием Something to talk about тема для разговора это была пьеса на семь действующих лиц каждому исполнителю требовался собственный текст либретто чтобы учить свою роль копировальная техника в те времена простым смертным была недоступна но я будучи счастливым владельцем пишущей механической машинки Эрика заправил в нее семь листков папиросной бумаги с проложенными между ними шестью листками копирки и перепечатал всю пьесу от руки получив таким образом нужное число экземпляров как бы мы сейчас выразились кастинг для этого спектакля был тоже поручен мне позвольте я вам представлю действующих лиц и исполнителей по сюжету в особняк английского лорда Ретчестера проникает грабитель взломщик по прозвищу Волк Вулф он хочет взломать сейф где лорд хранит рождественские подарки для членов своей семьи жены сына дочери и брата епископа еще одним действующим лицом является верный дворецкий лорда все студенты участники спектакля были мои однокурсники с которыми я учился и близко дружил на роль грабителя я позвал студента нашей группы Сашу Ирунина на роль лорда другого студента нашей группы Леню Колесова и мне досталась роль сына лорда роль дворецкого репетировал и исполнял в первых спектаклях мой друг Саша Маркин позднее он правда покинул спектакль и у меня не сохранилось его фотографии а роль жены лорда леди Речестер исполнила Таня Гомозейщикова с отделением математической лингвистики которая тогда существовала на переводческом факультете роль епископа исполнил студент параллельной группы Миша Баганьков на роль дочери лорда не нашлось никого из девушек переводческого факультета и ее взяла на себя сама Алла Диамидовна Цигельная и мне кажется она идеально подошла к этой роли благодаря своей очень юной внешности и задору закончив репетиции мы сыграли этот спектакль сначала на сцене студенческого общежития потом и в актовом зале института кстати именно во время нашей учебы строилось новое здание нашего института современный корпус Б и мы студенты принимали участие в этой стройке как члены строительного отряда летом а кроме того получали наряды на работу туда и в учебное время за всевозможные нарушения распорядка и дисциплины если кто-то опаздывал на занятия которые начинались в 8 часов утра больше чем на 5 минут он мог быть уверен что его встретит на входе сам декан переводческого факультета Олег Владимирович Николаев которого все очень боялись он имел грозный вид хотя был в душе очень добрым человеком однако опоздавшим немедленно выписывались наряды на 1-2 дня работы на стройке и вот к 5 курсу здание Б было закончено и открыто для занятий в нем было не только много новых аудиторий но всевозможные кабинеты лаборатории и открылся даже самый настоящий телецентр а на работу туда взяли молодых инженеров которые были тоже энтузиастами своего дела и им хотелось предпринять какой-то проект наш спектакль оказался весьма кстати и Алла Диамидовна договорилась о том что его заснимут на пленку ну как вы понимаете съемки целого фильма спектакля это дело не одного дня или даже не нескольких мы его снимали на протяжении всего учебного года это было не очень просто потому что пятый курс самый ответственный надо было сдавать много экзаменов и главное готовить дипломные работы Саша Маркин к сожалению покинул наш спектакль и не стал участвовать в съемках на его место пришлось срочно вводить нового исполнителя таким исполнителем оказался Леня Нитко по прозвищу Леопольд так его звали все на курсе и он даже сам откликался на это имя а некоторые даже и не подозревали что его на самом деле зовут не так и так как я уже сказал нам помогали молодые сотрудники телецентра среди них режиссер Володя Барунов и звукорежиссер Игорь Матушевич который впоследствии очень много лет проработал в нашем институте надо было не только сыграть спектакль но и разработать к нему сценографию поставить мизансцены добавить музыкальное сопровождение в качестве музыкального сопровождения я предложил использовать пластинку какой-то рок-группы которую мне привезли из Америки передал ее Игорю Матушевичу и он по-моему очень удачно наложил фрагменты оттуда ну и сценография тоже выпала на мою долю поскольку я имел среднехудожественное образование и мог оформить этот спектакль однако мы сделали оформление весьма условным просто на листке на листах ватмана я нарисовал условный камин условное окошко еще какие-то детали интерьера также бумагой мы обклеили какую-то коробку которая должна была изображать сейф настолько же условным был и реквизит в качестве мудреных инструментов взлома мы использовали простой паяльник и еще какие-то обычные слесарные инструменты надо было придумать что-то в качестве епископского посоха просто я взял гимнастическую палку обмотал ее какой-то ленточкой приделал какой-то набалдашник естественно спектакль дело условное и в нем важны не атрибуты а игра и речь ну и конечно костюмы каждый надевал свои кто что мог придумать более или менее ассоциирующиеся с той ролью которую он играл а еще мне пришла в голову идея сделать к фильму спектаклю вступительные кадры на которых было бы показано как взломщик проникает в дом лорда и чтобы реализовать эту идею мы решили провести натурные съемки один из инженеров нашей телестудии вооружился кинокамерой и мы втроем он Саша Ирунин и я отправились на поиски подходящей натуры нам не пришлось долго искать ее выйдя на улицу Причистенко которая тогда называлась Кропоткинской мы почти сразу наткнулись на заброшенный особняк девятнадцатого века этот особняк пустовал его видимо готовили либо к реставрации либо к сносу тут мы решили провести наши съемки Саша Ирунин ловко перемахнул через забор а вслед за ним перелезли через этот забор и мы с оператором потом съемки продолжились Саша подкрался к дому забрался на карниз и попробовал открыть окошко первого этажа и к нашему удивлению рама поддалась окно открылось и мы смогли практически заснять сцену проникновения в дом я должен принести извинения за невысокое качество изображения в том фильме который вы увидите но нужно понимать что фильм снимали на видеомагнитофон изначально целлулоидная пленка которая там использовалась имела не очень высокое разрешение от многократного проигрывания а ее использовали в учебном процессе она также теряла в качестве не сразу а спустя примерно 20 лет я подумал о том что еще немного и пленка может быть утрачена и поэтому нужно сделать хотя бы копию для себя я обратился с этой просьбой к Игорю Матушевичу и он скопировал фильм с видеомагнитофонной пленки на кассету VHS тогда более прогрессивный но тем не менее тоже аналоговый формат а при аналоговом копировании каждый раз качество записи качество изображения ухудшается ну а когда еще позже запись спектакля перенесли в компьютерный файл оно стало таким каким вы его увидите сейчас к сожалению весьма и весьма невысоким но именно благодаря этим перезаписям от спектакля хоть что-то осталось потому что видеостудия в 90-х годах закрылась и значительная часть ее фондов была утрачена итак я предлагаю вам посмотреть фильм-спектакль студентов переводческого факультета института иностранных языков на английском языке записанный почти 50 лет тому назад в 1973 1974 учебном году для удобства тех кто может быть не очень хорошо владеет английским языком я снабдил этот фильм субтитрами и на английском и на русском языках а в заключение я скажу еще несколько слов подписчиков и на сайте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 kept us out of the law and politics and diplomas. Very well. Your sister may come. Топ, don't begin till we are back. The night is still young. There. I thought I heard something. You dog. A word and I'll plug you. Plug and be damned. Thieves. Murder. You old faithful 707s are the devil. I didn't know. He wouldn't have left. My sister Lettuce, the famous wolf kid, has come for the governor's Christmas presents. Oh, how brave of him. How thrilling. How do you do? Do you think he can manage it? Why, he's dear old Preston. What on earth did you want to butt him for, old boy? May I set him free, wolf? He'll be quiet now. He's only our butler. What wonderful tools. Is this a jenny? Better have a drink and go to bed, old son. This is the wolf. All the police in England are after him. He's chosen us. Isn't that sporty? He's come to rob the safe. I know. The courage of the beggar. I wish I had a note like that. But his lord should... Don't worry, Papa. He'll hear all about it tomorrow. It'll be the Christmas of his life. If you don't let me get on with it, I'll plug the lot. That's quite all right, wolf. Get on with it by all means. Be quiet, Preston. If you won't go to bed, sit down and watch. It's a nightmare. I'll wake up soon, I hope. You'll wake up in hell if you don't chat him out. You mustn't plug Preston. He'd die for us. Anymore talk and he will. You haven't got the password. I wish I had. Only Papa knows it. Shall I ask him? No, no. I want to see the wolf use these wonderful tools. I shall cut a hole in the cowl's tail. You can't. It's crook-proof. You are no low rib. Order, Preston. It's well worthwhile, wolf. Papa's presents are priceless. He always lets himself go at Christmas. This will kill his lordship. Don't be sentimental, Preston. Papa will... Thank God. Here he is. Good powers. Guy, a new lettuce. What have we here? Who the deuce is this? It's the wolf, governor. The world-famous burglar all England is talking about. The wolf? Come to a little place? Surely not. Some imposter pretending to be the wolf. I'm the wolf, all right. By Jove. You look as though you might be glad to know you. I'm Lord Rochester. And he's come to steal all your Christmas presents, Papa. Isn't it astounding of him? How did he hear of them? I have thousands of secret channels of information. Not Preston? Never old Preston? Oh, Lord. A joke, my dear fellow. I'm sure it wasn't you. The wolf and come to steal my Christmas gifts. Amazing. The pass will end quick about it. Or I'll plug you. I can't mess about here all night. No, no, wolf. That's not playing the game. If you were the real wolf, I'm sure you'll soon break open the safe with your beautiful tools. You must think of us a little. Be sporting about it. Well, if you put it that way. Do you think I might wake Mama? She'll never forgive us if she misses this. It'll be cruel, Papa, to enjoy the wolf without her. Well, thoughtful girl, call your mother at once and tell her to put on her thickest dressing gown and a shawl. Cheers, Preston. I hope you'll excuse me, my lord. If this is an entertainment, I'll go and put on my clothes. Do, Preston. I don't like your negligee. Seems unnatural, but not a word to soul. Mind, don't wake anybody. Preston has no feeling for a man's. His only fault. My dear Rochester, is it true? Look at him. The terror of England and under a roof. How nice of him. How do you do? He's showing us how he does. And I do it on tight better. If there wasn't so much talk, sit down and stow it. Hush, everybody. Silence, please. Silence, please. Silence, please. Dead myself rather well at dinner last night. Don't regard me as an enemy. If you only knew how this will brighten our Christmas and wake us all up. It's well worth wine, won't. Papa's present to priceless. He always lets himself go at Christmas. Anxious work. I want your wits about you. I never had any myself. But I respect you, brainy fellows, tremendously. He has come from the sea. You are an older rib. A new sort of Santa Claus. A new sort of Santa Claus. As long as you are pleased. A new sort of Santa Claus. A new sort of Santa Claus. B stesso. A new sort of Santa Claus. A new sort of Santa Claus. Продолжение следует... 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 Ах, вы не знаете, а вы не знаете. Тону всегда suitет, Uncle Charles. Тону. 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 Теперь, девочки, пожалуйста. Один момент, мой дорогой хороший лав. Знаешь, я не могу помочь чувствовать чуть лицо о этой ночи. Я старая женщина, и может не жить, чтобы еще разобрать еще один день, как этот. Я чувствую, что все прекрасные вещи могут не происходить снова. И если она у него будет, то я буду уехать. Если вы получите меня, вы увидите на эту ночную ночью, Вы посмотрите на этот день, и чувствуете, О, так осторожно, так сильно, очень сильно, очень, очень, очень. Я был даже боюсь, что-то начало о том, когда это пришло дело. Ах, всё, что-то нет, и всё, что-то нет. Или вы будете лежать в твоем месте, в трех. Ну, я просто говорю, как-то не хоррит, как ты. Ты не скрытый. Это что вы. Вы не скрытый. Я не скрытый. Ну, если вы это что-то так. Сейчас, кроя-бисоп. Харк, what do I hear? The dear old cathedral bell. The Christmas bells, Wolf. And the Christmas bells, Bishop. I've got an expensive family and rather expensive taste myself. I may tell you. Now, listen to me. You might do much better, much better than that. And I'm sure your conscience will always prick you if you take these trifling mementos when you might secure a huge fortune instead. Take up my handbag, Preston. My turkey's waiting for me at home. Now, what about a turkey worth half a million? Where? Now, listen to me. Have you heard of Lord Walidic, the Australian multimillionaire? Who hasn't? Well, he is our next-door neighbour. Our dear old cathedral is coming down, and I have invited Lord Walidic to rebuild it. But he absolutely declines to do so, and now Providence has evidently sent you to punish him for his impiety. He is worth ten million. And being a vulgar creature, very fond of display, he exhibits a part of his wealth in a service of astounding dough plate in his dining room sideboard. Then, in his drawing room, there stands a cabinet containing five hundred small, quite portable pieces of old china, each worth over a thousand pounds. Now you are talking. I know I am. But the grand point is this. You know that the wallabies are newcomers, and people just settling in never think of burglars. That's right. You might be one of us yourself. The wallabies dine with us tonight. Coming here tonight? Exactly. The whole family, and all the servants leave at the other end of the mansion. They will be keeping their Christmas, you understand? So, from eight till eleven, the place is at your mercy. That sounds good enough. Quite. And then, instead of a mere few thousand pounds, you will make very likely a hundred thousand. More. But do you see the position, of course? If you take this Christmas gift, we shall tell Lord Wallaby immediately after breakfast that you have done so. And then, the opportunity of a lifetime is lost. But if you prefer the strifling mementos to the priceless Wallaby collection, you will not be the wonderful man I take you for. We would lend you a touring car to get the booty to town. Thanks. But I'll make my own arrangements. Not a whisper to the wallabies mind. The word of a... The word of a Sydney, my dear fellow. Not a whisper. Right, Earl. That's good enough. I trust you. Here you are, girls. Here's your whole doll guy. And here's the bishop's little lot. And mind this. Break faith. And I'll come back and plug the family. We couldn't break faith, my dear fellow. The sun is our faith for long to death. My Christmas presents. See? He was there, Santa Claus, after all. And here's a keepsake for you, too. My automatic. It's not loaded. My dear fellow. A noble curio. But I'm robbing you. I've got plenty more. So long, then. Tonight, mind. And don't you let the wallabies hop home again till after eleven o'clock. Keep them here. We will. And we will. Right, Earl. That lets me out, then. Goodbye. We shall never forget you. Goodbye, dear wolf. Do take care of yourself. Call at the sports club someday and let me put you up for membership. Come to the cathedral when you're at leisure. You really ought to turn over a new leaf after tonight. And don't none of you say no more hard words of the wolf. We won't. We won't. And Merry Christmas. And a Happy New Year. Preston, run out and see if he has everything he may need. Oh, my God. At once, Preston, or I'll plug you. Bye, Earl. 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 , Bye, Earl. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, несколько слов в заключении этого фильма. После окончания института пути каждого из нас, бывших студентов, сложились по-разному, но все они были тесно связаны с переводом. Ваш покорный слуга трудился устным, письменным, синхронным переводчиком, преподавал перевод, занимался наукой о переводе и продолжает заниматься переводом сегодня. Похожим образом сложилась жизнь и Михаила Владимировича Баганькова, исполнителя роли епископа. Он был долгое время практическим переводчиком, а затем стал передавать свой опыт младшим поколениям и до сих пор успешно трудится в МГЛУ на кафедре перевода английского языка. Также с переводом была связана и трудовая жизнь Татьяны Гамазейщиковой, не польской, исполнительницы роли леди Речестер, которая передает вам привет. Что касается исполнителя роли лорда Речестера, Леонида Колесова, то его карьера оказалась связана с внешнеэкономической, международной деятельностью. Что касается Леонида Нитко, то его перевод привел в сферу финансов. Он достиг положения начальника пресс-службы Центрального банка России. К сожалению, сегодня его уже нет с нами. А исполнитель главной роли взломщика «Волка» Александр Борисович Ирунин благодаря переводу вошел в сферу спорта и бизнеса. Он стал президентом Российской гольф-ассоциации «Завидова». В 2001 году состоялась встреча некоторых участников нашего спектакля. Там еще, может быть, у вас еще и звук записывается. Конечно. Мы попробовали вспомнить хоть какие-то реплики из наших ролей. Я не помню ни одного слова, честное слово, ни одного. Ну, я могу сказать там... Ну, скажи, скажи, сейчас. «Call up the sports club someday and let me put you up for membership». О-о-о. Да. Да, вот, кстати, sports club. Слова-то пророческие оказали. Он все время снимает. Забудь забыстрее. Наверное, думай. Давай, давай кругаться. Скрывает сейфы. Теперь скрывает дубилку. Ну, и, наконец, я очень рад, что могу передать вам привет. От Аллы Диамидовны Цигельной, которая долгие годы преподавала в нашем ВУЗе. И сейчас готова высказать свои пожелания нынешним студентам МГЛУ Инъяза. «Хотелось бы, чтобы жизнь была интереснее и разнообразнее студенческой. Артистические способности есть у ребят. А кроме того, это помогает в изучении иностранного языка. Не правда ли? Зачем студентам этим заниматься вместе с преподавателями? Чтобы лучше владеть специальностью. Чтобы лучше знать что-то. Ну, и расширить свой кругозор, кроме всего прочего. А также это часть учебы. Спасибо вам, Алла Диамидовна. Если вы разрешите, я эти ваши слова прям включу в фильм. Можно? Ну, конечно.